Здравствуйте все! Зооком-клуб. У нас очень странный сюжет, неожиданный, совершенно случайно получившийся. Сейчас мимо проезжал Слава Комов, которого вы знаете по нескольким нашим сюжетам, по собакам, по кроликам, по сельхозптицам. Мы делали у него такое крепкое хозяйство. И заехал похвастаться. Приехал с символом наступающего Нового года. Давайте говорить про свиней. Не просто про свиней, и не про мини-свиней, а про микро-свиней. Вот я их сам в руках еще не держал, мне очень интересно. Давайте посмотрим, что это такое. Новый год все-таки, год свиньи. Что это такое? Это мини-пик, настоящий мини-пик. Ты помнишь, Женя, мы с тобой лет 15, наверное, назад видели первых мини-пиков, которые появились в России, тогда и во всей Европе. В общем, они тогда назывались мини-пиками. Но сейчас мы почему-то считаем, что это вьетнамские веслобрюхи и свиньи. Хотя они, конечно, тоже относились к карликовым свиньям. Но всем сейчас известно, что вьетнамская веслобрюхая свинья весит от 30 до 100 килограмм. Но она действительно относится к карликовым свиньям. Но появился спрос на свинку, которая бы жила в доме, которая была бы маленькой, ручной. Которая бы все-таки не была 100 килограмм. Вот, а была бы хотя бы килограмм 6-10-12, ну максимум 15 килограмм. Ну вот, и в общем, буквально у нас произошло это с тобой на глазах. За 10-15 лет все это, в общем, чудесным образом уменьшилось. Сейчас карликовые свинки до 3 килограмм взрослые весит. Единственное, конечно, дело этих больших глаз. Есть действительно карликовые свинки, у которых есть 3 килограмма, но у них начинают возникать проблемы с воспроизводством. Это нормально, потому что 3 килограмма для свиньи уже совсем не физиологичный размер. Но 6-7 и 12 килограммов размножаются и, в общем, неплохо себя чувствуют. То есть вот эта вот свинка взрослая? Нет, это 4-месячный мальчик. То есть он практически уже, ну я думаю, что по минимуму 60-70% своего, своей массы набрал. Но будет килограмм, я думаю, что 6-7. Но, понимаешь, мы должны говорить о двух вещах. Мы должны говорить о размере и о весе. Это не совсем две одинаковых вещи. Потому что мы с тобой примерно, примерно, ты, конечно, выше меня, и ты блондин, глупоглазый, все это знают. Но примерно мы с тобой одного роста. Так вот я, когда выступал, я до сих пор это помню, я выступал и весил 56 килограмм. А еще полгода назад я весил 120 килограмм. Я не вырос. Но я, в общем, вкусно жрал. А свинка, как известно, это тот же маленький человечек, который любит... Это тот человечек, которому другой человечек на двух ногах дал все. Дал тепло, дал уют, дал беззаботную жизнь и дал питание. Причем питание дал без ограничений. Но при этом не обеспечивал его работой. Поэтому свинка может набирать массу без ограничений. Ее для этого, в общем... До этого тысячи лет мы пытались вырастить свинку, которая нам давала жир. А потом, за 10 лет, ну и за 30 лет, начали превращать ее в микропига. Поэтому, в общем, в микропига-то мы ее превратили. Но желание... Жрать осталось. Жрать, спать. И жрать, в общем, сладко, вкусно осталось. И, соответственно, ничего не изменилось. Она все равно может откладывать жир, а она может откладывать этот жир, я не знаю, там, примерно столько же, сколько она по объему составляет. И жир тоже весит. Поэтому, в общем, если мы хотим, чтобы микропиг был микропигом, мы не то, что не должны его кормить, но мы должны как-то подходить разумно к этому. Так же, как и своему питанию. То есть, существуют нормальные диеты. Не надо кашу с орехами, да? Не надо кашу с орехами, не надо конфет, не надо там яблок без ограничений, не надо сладких фруктов без ограничений. Ну, нельзя давать многое без ограничений. Свинья очень четко понимает, что такое вкусное, что такое сладкое, потому что не такие же рецепторы, а может быть даже еще более чувствительные, чем у нас. Поэтому свинья, конечно, сначала съест все вкусное, потом все невкусное, но, в общем, будет есть. Поэтому нужно просто, ну, нужно разумно подходить к ее движению, к физиологии и питанию. То есть, это вот 6-7 килограмм, но секрет этих 6-7, может быть, там, максимум 10 килограмм, как и у стройных девушек, да? Это правильная диета. Надо меньше жрать. Вот, иначе любая стройная... Человек, который склонен, так же, как свинка, к полоте, надо меньше жрать. Разумно жрать. Не то, что меньше, разумно. Я понял. Соблюдение диеты для микропигов, для мини-пигов, нано-пигов, не важно, как назовем, очень важно. Очень важно, так же, как для любых животных, которых мы держим дома. Для собак, для кошек, для нас самих. Ну, они просто еще более склонны к ожирению. Конечно, 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 конечно. Почему свинью называют копилочкой? Потому что у нее человек бросает все эти ненужности, а получает всякие ненужности. Смешные, да, звери? Поэтому синья копилочка. Поэтому не нужно кидать в себе такую дрянь, чтобы она не выросла вот такой вот копилочкой. Чтобы она была такой маленькой, хорошенькой. И все-таки нужно разумно подходить к питанию. Конечно, теоретически свинью можно поставить на беговую дорожку. Но, наверное, это неразумно. Потому что свинья, как нормальный, я считаю, человек, любит спать, жрать и веселиться. И, в общем, в наших силах ей это все предоставить. И радоваться жизни. Слушай, ну вот я впервые вижу у тебя микропигов. Я понимаю, что ты, наверное, не просто так сейчас мимо меня приехал, проезжая, зашел похвастаться. Я понимаю, что ты себе, небось, под Новый год их привез. Ну, вообще красивые. Мне нравится такой непонятно. Желтый цвет с черными пятнами, белый гладый. Вообще, конечно, потрясающая спинка. Интересно. Я таких, наверное, и не видел. По окрасу рыжих видел, а вот таких вот желтых с черным и белым. Да, такой смешной. Ты говоришь, что кто-то у нее был рыжий? Очень, очень радовый. Дедушка, бабушка. А пятачок? А пятачок чистый каучук. Каучуковые пятачки. Это надо учитывать, что это не натуральный материал. Это каучук. Класс. Кто вот хочет потрогать, может камеру потрогать. Мы прямо видно, что он каучуковый. Класс. Вообще смешные. Реснички на нарощеные. Видишь, они какие? Ну, разве может у мальчика будет такие реснички? Конечно, нарощенные. Ну, да, смешные, смешные звери. Забавные, действительно. Ну, они хорошие, они очень хорошо. Они очень хорошо понимают, что такое хорошо. Только единственное, что, конечно, нужно понимать, как с ними общаться. Не нужно давать любому животному, так же, как любому члену семьи, не нужно давать садиться на шею. И все будет хорошо. Я понимаю, что ты не мастер и не специалист по содержанию маленьких свинок в квартире, но все-таки какие-то основные рекомендации представляешь? Я писал из широкого профиля, ты зря так не давал. Извини. Тогда рекомендации по содержанию. Потому что многие сейчас заведут этих свинок. Основную рекомендацию мы с тобой уже дали. Нужно меньше жрать. Это первое. Во-вторых, нужно подходить к свинье, как члену семьи. Нужно четко дать свинье, это очень важно, микропик, мини-пик, нужно очень четко дать память свинье, кто в доме хозяин, что ее место последнее. Потому что свинья очень четко понимает, у нее очень хороший мозг, он работает как у примата. Это там просто практически мини-компьютер. Он очень четко учителяет, кто в доме старший, кто после него. Соответственно, она пытается, потому что она такая плохая, она просто физиологически настроена на то, что она пытается выстроить герархию. По поводу места, вот слово место прозвучало. Место. Свиньи умеют ходить в конкретное место? Свинье совершенно легко учиться. Свинье вообще очень чистоплотное животное. То, что мы думаем, что свинья это грязное животное, я не знаю, наверное, есть какие-то грязные животные, но свинья точно не грязное животное. Она очень четко понимает и любит чистоту. Поэтому, конечно, свинья даже в природе будет ходить в одно место. Это может быть лоток в доме. Свинью точно так же можно легко приучить и гулять как собаку. То есть, ее можно приучить к прогулкам, и она будет делать это все на улице. Если это неудобно, то можно поставить обычный кошачий лоток, и они очень быстро, это самая меньшая проблема на самом деле приучить свинью к лотку. Очень легко приучить, принимать ванны, и они будут это делать с удовольствием. С детьми вместе? Можно вместе с детьми. Отлично, хорошая тема. Можно вместе с женами. Ай, красота. Ну, собственно, что можно сказать? Дорогие друзья, давайте этим милым поросятам пожелаем... Слава, я не тебя имею в виду. Я тоже кабан, я тоже родился в гонку банан, поэтому я принимаю эти поздравления на свой счет тоже. Ну, пожелаем тогда им на этот Новый год получения любящих семей, которые действительно этого хотят. Интересно, спасибо, что приехал. Желаем всем-всем-всем-всем всего самого лучшего в Новом году, Году свиньи. С Рождеством! С Новым годом! С наступающим! С наступающим Новым годом! Вот такая вот странная порода, которая сделана из настоящего сельскохозяйственного животного, которое должно быть большим, толстым, давать много бекона, а в итоге получилась такая-то игрушка. Ну, наверное, имеющая тоже право на жизнь. Тоже интересное существо с мозгами собаки. Почему? Ну, слава говорит, с мозгами примата. Не знаю. У меня когда-то была свинья. Да, интересная, но она была побольше. Все-таки она весила 50 килограмм. Это создавало некоторые проблемы. Она долго жила в детском зоопарке. Ее страшно все любили, потому что она, конечно, была действительно умная и очень хитрая. И очень любила есть. Она очень любила детей, потому что дети приходили целыми классами. И вот тут-то она отрывалась, потому что к нам ходили в основном кормить Нюшу. Ох, как она любила покушать. Ну, собственно, ребята, с наступающим Новым Годом всех. Совсем немного остается до Нового Года. И пусть год свиньи принесет нам все только самое лучшее. Ну, хотя бы сытное и вкусное. Подписывайтесь. Пока.